Говорит полиция Майнкрафта, срочно выйдите из своего лома и поднимите руки вверх! Что за фигня? Говорит полиция Майнкрафта, иначе мы будем раздавать штурмом! Выходите и поднимайте руки вверх! А? Чё? Взёмном? Ребята, чё происходит? Я не понял. Чё за фигня? Что? Поздравляю! Выходите и поднимайте руки вверх! Ребят, чё происходит? Я не понял. У меня за окном полиция! Раз машина, два машина, три машины, я не понял. Что там творится? Поздравляю! Выходите и поднимайте руки вверх! Чё за трэш, ребята? Я не понимаю. Всё-всё-всё! Хорошо, я выхожу! Чё происходит тут? Я... Я не понял. Офигеть! Это что такое? Я не понял! Так, сделайте два шага вперёд! Два шага вперёд! Сделал, сделал два шага вперёд! Так, теперь покажите, что у вашего инвентаря ничего нету! У меня в инвентаре вообще ничего нету! Абсолютно пусто! Вот, пожалуйста, все клавиши вам показал! Ничего нету! Что происходит? Так, срочно жил сюда, генерал! Генерал, что делаем дальше? Генерал, выходите сюда! О, ещё генерал, что тут творится? Дайте дедушке пройти! Да чё ты такой толстый-то? Напомню, убавит тебе зарплату! Здорово! А, чего? Дед полицейский? Ну, во-первых, не дед полицейский, Антон Павлович! Антон Павлович, стоп! Так это ж ты! Тот самый дед, который был в моих роликах! Ты чё, полицейским стал? Да, помолчи! Помолчи! Во-первых, не дед полицейский, Антон Павлович! Повторяй быстро! Антон Павлович? Вот, всё правильно! Антон Павлович! Значит, поступил сигнал! Сигнал на пульт быстрого реагирования! Что здесь было совершено преступление! Чего? Какое преступление? Дед, ты чё, опять таблеток, что ли, забыл выпить? Ты зачем мой дом? Я так понимаю, ты стал полицейским, а мой дом-то нафига окружил полиции? Что я сделал-то? Так ты да слушай, преступление было совершено особо тяжкое, и я бы рекомендовал тебе во всём признаться! Во всём признаться? Я спал прямо сейчас! Меня разбудили вообще твои полицейские! Я сейчас буду злиться! Дедушка, да? Отстань ты от меня! Не подходи! Дед, стой, подожди! Давай разберёмся! Отстань ты от меня! Давай разберёмся в ситуации! Что за фигня тут происходит? Тебе опять заняться нечем? И ещё у тебя в штане не дырка! Во-первых, это не дырка, а дизайнерский шов! Это во-первых! Во-вторых, не дедушка, а Антон Павлович! Антон Павлович! А в-третьих, а в-третьих, а в-третьих здесь произошло преступление! И прямо сейчас я буду производить обыск! То есть обыскивать! То есть досматривать предметы! Я не разрешаю войти ко мне домой! Вообще-то обыск должен проводиться поспециаль... Вот и всё! Ты, это, урод-то там... Призакрой, понимаешь? Просто мне завидно, у тебя такие зубы красивые! У меня, понимаешь, зубов нету! Вот и... Так, что у нас тут? Так, не надо сматываться, ребята! Слитки, изумруды! Забираем и уходим! Давайте сейчас увидим отсюда! Эй, ты куда пошёл? А ну стой! Никуда я не уходил, я здесь! Ты где? Да здесь я! Господи, напугал меня! Я уж думал, у меня не только слух пропал, а ещё и зрение! Дед, ты... Ты с ума сошёл! Объясни мне, что происходит! Я ничего не делал! Я так понимаю, тебе просто скучно, да? И ты просто вызвал сюда полицию! Я не могу тебе это здесь сказать! Пойдём за мной! Пойдём! Вот здесь, проходи аккуратненько! Вот между машинами, не задень! Лакокрасочное покрытие! 15 изумрудов стоит! Проходим, проходим! Выпускайте его! Здрасте, здрасте, здрасте! Офигеть, как тут много! Пойдём, пойдём, пойдём! Стоп! Ты чё тут наделал, дед? Ты реально окружил мой дом? Я чё, преступник, что ли? Я не хотел тебе говорить, но... Но ты был прав! Дедушке просто скучно! Стоп! То есть, ты хочешь сказать, если ты там какой-то генерал, то ты можешь вот так вот просто взять и на невиновного человека вызвать огромное количество полицейских, чтобы вот тут взяли, напугали, разбудили? Да! Я чё-то вообще твоей логики не понимаю. Так, дед, давай, живо говори всем, чтобы уезжали, потому что это бред какой-то! Нет, ну подожди-ка секундочку. Во-первых, я здесь главный. Во-вторых, не дед, а как правильно, не слышу. Антон Павлович Федотко. Ну, в принципе, пилотка, но это неважно, как говорится. Значит, смотри, мы готовы уехать отсюда, если... Во-первых, ты записывай, не запомнишь. Ну, я запомню, говори. Во-первых, на каждого из моих парней нужен гамбургер. Гамбургер с сыром. У меня нет гамбургера с сыром. У меня максимум там яблоки лежат в сундуке и хлеб. Да, я видел. Хлеб я, кстати, попробовал, но он довольно-таки неприятно пахнет. Не ешь его больше. У тебя изо рта неприятно пахнет. Я хлеб твой ел. Не смей говорить так про Антона Павловича и его челюсть. Ей так плохо. Она больше тебя прожила на этом свете. Антон Павлович, давайте заканчивайте самодеятельностью и все. Убирайте этот конвой. Мне еще, между прочим, работать сегодня надо. Работать у тебя вряд ли получится. Все жители тоже арестованы из-за тебя, между прочим. В смысле? Так мы ничего не делаем. Это просто беспредел какой-то. Я сейчас позвоню в полицию. Ну, давай, хорошо. Давай, позвони в полицию и передай Вале, что она мне обещала борщ приготовить. А то я до нее дозвониться не могу. А телефон-то можно забрать? Телефон? Ну, давай попробуй. Парни, парни, запустите этого внучка. Я с ним как-то раз лимонад на заборе пил. Е-мое, ребята. Это вообще что за бред происходит? Сумасшедший дед. Вы помните этого сумасшедшего деда? Этот сумасшедший дед был уже несколько раз в моей деревне. И теперь каким-то образом он стал полицейским генералом. И теперь, ребята, смотрите, что делает. Он никак не отстанет от меня. Не, действительно, нужно звонить в полицию. Э, он у меня телефон из сундука забрал. Э, дед, слышь ты? Так, извините, пропустите меня. Да пропустите меня. Дед, скажи, чтобы меня пропустили. Пропустите его, пропустите. Не отвлекай меня. Зомби какие-то сюда идут. Э, это мой телефон. Конечно твой. Там игра какая-то дебильная установлена. Ничего не понимаю. Зомби какие-то, стены, лава какая-то. Непонятная. Ты что, это игра про защиту? О, господи. Дед, все, давай. Я сейчас вызываю полицию, либо ты по мирному отсюда уезжаешь. Нет, я придумал для тебя несколько заданий. Просто понимаешь, видишь, сколько у меня охранников, сколько у меня полицейских. Но мне нужен по-настоящему опытный. Не знаю, конечно, для чего я в твою деревню приехал. Но ты понял. В общем-то, надо из тебя полицейского сделать. Что ты не понял? Слушай, внимательно, значит, полицейского будем из тебя делать. Для начала, для начала ты должен пробежать вокруг всей этой деревни. Очень быстро. Я не буду этого делать. Ну как не будешь? Конечно, будешь. Ха-ха-ха, тихо. Дед, ты что с ума? А, тихо. Сейчас насстрелишь, видишь? Дед, ты с ума что же сошел? Полицейские моменты видите? Давай-давай, быстрее. Смотрите, что он устроил. Дед, психопат. Дед, отстань от меня. Житель, вот мой телефон. Звони в полицию срочно. Ё-моё, тихо. Он подбегает ко мне. Всё, дед, всё. Пробежал, пробежал. Отстань, пожалуйста, от меня. Вот видишь, вот видишь. Вот ты говоришь, не смогу, не смогу. Ты там выронил. Там экран треснул почему-то. Вот. Дедушка немножко запыхался. Такие физические нагрузки выполнять. Дед, всё. Я выполнил твоё задание. Я забыл сказать, я не хочу быть полицейским. Давай, убирай полицейских, и я пошёл. Вообще-то я, Антон Павлович, как я и говорил, я начинаю злиться. А когда я злюсь, я взрываюсь в буквальном смысле. А в смысле... А-а-а! Ты ч... Дедушка, ты что наделал? Ты всё размотал тут конкур... Дедушка! Не дедушка, а Антон Павлович. Господи, какие вы всё глупые. Па-па... Павел Антонович, ты что делал? Ты какой Павел Антонович? Ты ненормальный, что ли? Ты с ума сошёл, Антоненко Павел? Ты что наделал тут? Капец! Полицейские, выпустите меня! Смотрите, что делает ваш сумасшедший дед! Выгоните его! Они с места не сдвинутся, они подчиняются только мне. А Руну, можем тебе новый дом построить? Прямо вот здесь вот, в земляночке. Какой новый дом? Дедушка, ты с ума, что ли? Какая земляночка? Дед, просто уйди из моей деревни! Я на тебя жаловаться буду! Вот смотри, всё красиво тут у тебя, смотри, целый апартамент. Дед, тут даже Гиена жить не будет, понимаешь? Гиена, Гиена, это вкусное блюдо. Я ел такое в девяносто первом году, когда был в Чехословакии. Господи, дед, ты что тут наделал? Ты тут всё размотал, всё. Мы на тебя с жителями будем жаловаться. Ты тут такое устроил. А если будешь жаловаться, дедушка будет злиться. А когда он злиться, что он делает? Он взрывается! А! Да дед, да всё, хватит, остановись! Реально, смотри, тут уже от тебя полицейские твои устали! Да они не устали! Они просто немножко отдыхают! Ты ещё не видел, что я с ними вчера делал! Господи, я даже боюсь представить! Дед, давай теперь! Восстанавливай, если не хочешь, чтобы я на тебя пожаловался! Восстанавливать? Не, можешь пожаловаться! Мне всё равно недолго осталось! После того, как ты мой сарай спалил, я все обиды помню! Дедушка, какой сарай? Что ты за фигни несёшь? Я не спал... Я не спал... Я не сжигал никакой твой сарай! Ты чё задыхаешься? Ты этот, ну, болеешь чем-то, да? Я ничем не болею! Дед, может, ты уволишься из полиции? Не знаю, станешь кем-нибудь? Не знаю! Дедом обычно, например! Ты был нормальным клишированным дедом! Слушай, уволиться же можно и... Как думаешь, я буду обалденным пожарным? Нет, 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 дед, пожалуйста! Только не пожарным! А, давай протестируем! Представь, что в деревне жителей номер 13 пожар! И ты... Так, не подходи! Попробуй, не подходи! Звони в пожарную! Делай вид, что звонишь в пожарную службу! Алло, пожарная служба! Алло, да, Антон Павлович слушает! Да, Павел Антонович, тут проблема у нас небольшая! Антон Павлович, да, не слышу вас! Да, Антон Павлович, у нас тут проблема небольшая! А как тут случилось? Павел Антонович, горит дом у нас! Дом горит? Это очень плохо! А кто его поджёг? Я просто ещё полицейским работаю! Я детектив по совместительству! У меня двойная работа! Да, господи, не, всё, я сам тушу! Короче, это просто невозможно уже! Всё, дед, уходи! Уходи, я тебя очень прошу! Не знаю, давай я тебе моркови немножечко дам! Слушай, представляешь, кто-то сейчас звонил в пожарную службу и связь прервалась! Ты просто сум... Я... Я просто не знаю, что сказать! Ты реально псих! Слушай, я там ещё и зуброды какие-то нашёл! Ну, слушай, в принципе, ну, неплохая у тебя деревня! Думаю, тут остаться на пару дней! Не-не-не, уходи давай отсюда! Мы тут все не особо рады! Ой, ладно, у нас просто срочный вызов в деревню номер двенадцать! Вроде как, да, в двенадцать! На, это сувенир! Парни, парни, пакуйте чемоданы! Ой, ё-моё, я тут немного, этот, выстрелил! Да ладно, ничего страшного, внучек! Меньше народу, больше кислороду, правда? Не помню, как тебя зовут, неважно! Нафиг, давайте отойдём оттуда! Надеюсь, он меня потеряет и свалит отсюда! Ребят, это какой-то трэш! Я даже не знаю, что сказать! Сумасшедший дед-психопат! Он стал полицейским и сегодня просто достал меня настолько, что подорвал мой дом! Но я надеюсь, он там сейчас уедет и всё будет нормально! Что ж, ребят, с вами я прощаюсь! Не забывайте ставить лайки, подписываться на... А, вот ты где! А я тебя потерял! Слушай, я у тебя там пульт видел какой-то! Пойдём покажешь, как телевизор включить! У меня нет телевизора, дед! Хм, странно! Наверное, это телевизор жителя! Пойду у него, спрашивай! Ладно, так, ребята, не, всё! Я заканчиваю это видео и выхожу из Майнкрафта на сегодня! Майнкрафта хватит! Всем удачным спасибо! Всем пока, ребята!